МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, выполняя их, или, кстати, может быть, не выполняя, сейчас мы узнаем, отчитываются о проделанной работе, в том числе и в средствах массовой информации. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Ну, во-первых, мы вас поздравляем, потому что у нас как бы новый созыв, и, насколько я понимаю, это у вас уже не первый призыв, скажем так, в депутатство. Третий. Третий уже. То есть вы уже опытный. И, судя по тому, что вы пошли в очередной раз, либо вам нравится эта работа, либо какая-то ответственность за вами чувствуется, либо, как раньше писали, он не мог поступить иначе. Никто, кроме нас. Да, да, никто, кроме нас. Почему? Пошли опять в депутатскую деятельность. Ну, во-первых, как бы мы не теряем нашей активности и бодрости духа. Поэтому, во-вторых, как бы мы уже знаем, знакомы с этой работой. То есть даже если предположить, что, ну, кто-то зайдет новый, да, как бы неопытный, неопытный, да, пока, так скажем, там изучит, так скажем, про тонкости, нюансы процесса, да, как говорится. То есть это все время будет, соответственно, как говорится, будет работать на месте. А у нас уже отлажено, у нас огромные коммуникации с населением, да, у нас, как бы, свой актив, мы взаимодействуем со всеми руководителями учреждений, предприятий, общественных организаций. То есть у нас все вот эти цепочки, они, как бы, налажены, а это самое главное, да, это вот эта обратная связь, контакт с жителем, потому что, ну, если его нет, то нет работы, да, потому что, как бы, ты не знаешь, над чем работать и не понимаешь, в какую сторону двигаться. Ну, и довольно быстрее можно решать вопросы, которые, к сожалению или к счастью, по-разному бывают, появляются здесь и сейчас, да, иногда на ровном месте. И когда уже выстроена цепочка, их решать лучше. Но, с другой стороны, кто-то может вам возразить, что молодая кровь-то тоже нужна? Нет, нужна, безусловно, и молодой крови никто, так скажем, ее не перекрывает. Вот молодая кровь, она поступает своевременно, и это приветствуется, то, что есть инициативные люди, которые хотят посвятить свой, так скажем, пожалуй, ну, не остаток времени, да, а... Начало жизненного пути, творческого. Активно на это мероприятие, потому что... Но это общественная же у нас, получается, работа, да? Да, по большому счету, это сегодня депутат, это такой общественник, такого высшего звена, как говорится, да. Вот. И, ну, как бы это ни звучало, то есть, там, общественник, там, хочу-делаю, хочу-не-делаю, здесь, к сожалению, не так, да. То есть, здесь четко все структурировано, системно, и... И здесь вот этот вот... Такой подход не приветствуется. То есть, даже новичку, а новички-депутаты у вас есть в этом созыве, да, как, ну, и в любом, наверное, другом созыве, если он захочет, то он довольно быстро может включиться в работу, и если вдруг там, ну, будут какие-то, как у нас говорят сейчас, косяки, да, то можно его направить, помочь, да, каким-то образом быстрее наладить работу. Ну, мы можем представить себе, весь совет поменялся. Тогда, наверное, будет сложнее. А когда есть какие-то уже отработанные варианты, то человеку новому, который приходит, ему гораздо проще уже вступить в эту историю. И вы тоже, наверное, как опытный депутат, можете предложить руку помощи, верно? Безусловно. Мало того, как бы, на сегодняшний день совет депутатов обновился, и незнакомых людей нет. То есть, люди, в общем-то... Все каким-то образом... Да, они все всегда... Они ниоткуда, как бы, не... Не с неба упали. Не с неба упали. То есть, они всегда были в работе, они всегда были в активной фазе. И это тоже облегчает это взаимоотношение, взаимодействие, потому что ты людей этих уже знаешь. Ты знаешь, так скажем, что они могут, они знают, что ты можешь, и опять вот эта вот коммуникация, она... И новые коммуникации можно выстроить. И новые, да, безусловно. Потому что, если, допустим, раньше человека, ну, он был, так скажем, где-то там в менее активной фазе, потому что за депутатским салоном не сидел, но все равно, как я говорю, на сегодняшний день за столом депутатов сидят все активисты города, люди, которые, так скажем, профессионалы своего дела, которые что-то добились в этой жизни, которые умеют созидать, и у которых есть какое-то целеустремление, они знают, как сделать хорошо, и этим путем двигаются. И когда это работа команды, то, безусловно, как бы положительный результат он будет. Ну, что называется, может, удвоиться и утроиться. Ну, вот тут вы красивый такой, аллегорический, но в какой-то степени абсолютно реалистичный, то есть сели за стол. Это как все-таки стол переговоров, обсуждений, предложений, споров, дискуссий? Или это стол для голосования, все решения принимаются, ну, например, в комиссиях, когда комиссия принимает решение, выдвигает доверие той или иной комиссии, их, по-моему, шесть у нас в Совете депутатов, и просто идет голосование. Как происходит работа внутри? Безусловно, за столом Совета депутатов не исключается обсуждение, предложение и тому подобное. То есть вот этот диалог, но дабы экономить время каждого, для этого созданы профильные комиссии. В комиссии может принимать участие любой член состава депутатов, то есть он может есть с правом голоса решающийся. Ну, то есть член комиссии и просто как депутат, который может. По большому счету, все в равных правах, и даже если он не состоит в этой комиссии, он также может участвовать полноправно в диалоге и во внесении каких-то предложений, правок и тому подобное. И дабы не тратить время на самом Совете депутатов, потому что, да, я согласен, бывает такое впечатление, как будто раз там все проголосовали, подняли, опустили, все. Для людей, так скажем, непосвященных, это кажется какой-то там что-то... Сговорились. Да, сговорились. На самом деле это не так. Допустим, что касается утверждения, согласования бюджета, как бы комиссия, то есть это, пожалуй, наверное, самая кропотливая работа, и порой комиссии собираются по 5-6 раз и сидят по 2-3 часа. Все это дело зачитывая, потому что если есть какие-то позиции, которые депутаты считают неправильно взвешены, сбалансированы, то, соответственно, как говорится, делаются замечания, делаются корректировки, либо обоснования какие-то с обратной стороны идут, либо идет рабочий процесс. Бюджет, наверное, все-таки самый главный вопрос. Вот у вас сейчас будет скоро бюджетное тоже голосование, и я так на вашу бюджет ближе уже к декабрю будет принят, и поэтому бюджету вы будете жить и работать. А, кстати, если, например, появится необходимость, какая-то может быть регулировка этого бюджета уже по ходу года, на который он принят? Или вот он принят, и все? Нет, он корректируется. Он в течение года корректируется несколько раз, потому что, конечно... То есть какой-то запас есть такой, да, небольшой? Ну, как запас. Там тоже механизм достаточно непростой. Работает с этим не один человек в финуправлении. То есть люди опытные и с пониманием того, что... Ну, потому что в течение года возникают какие-то потребности. Ну, скажем, 20-й год, когда январь-февраль, никто не предполагал, что в марте начнется, и потом будет продолжаться почти два года эта история. Бывают такие моменты, когда, например, речь идет о капремонтах. То есть как бы сейчас смета корректируется. Ее изначально рассчитать прямо тетелька в тетельку невозможно, и потом требуются дополнительные вливания. Соответственно, опять же, где их взять? То есть идут какие-то перекидки по бюджету. Также могут быть какие-то проекты софинансирования. Какой-то объект, так скажем, нежданчиком зашел в программу. А у нас софинансирование как бы 70 регион, 30 мы. Соответственно, эти 30 нужно где-то изъять. Конечно. И получается тоже вот как бы... То есть кто-то останется без денег, а так нельзя. Да, да. И должно быть все сбалансировано. И бюджет тоже как бы не резиновый. То есть как бы там в запасах в сундуках не лежит. Поэтому приходится где-то вот, так скажем, где-то что-то... Да, но уже здесь есть жизнь, поэтому какие-то коррективы по ходу, конечно, наверное, возможны. Пускай это и сложный механизм. Вернемся еще, Леонид, кстати, к вам. А вы в какой комиссии сейчас состоите? Я сейчас в комиссии по бюджету как раз. А, то есть мы попали туда, куда нужно. А в чем задача ваша? Вы получаете от всех депутатов какие-то предложения в комиссию. И потом комиссия вырабатывает какой-то уже общий документ, да? Мы присаживаемся... Нет, финуправление делает проект бюджета. Ну, рассчитывает, самое сложное. Рассчитывает, все равно на свое усмотрение. И мы постатейно зачитываем каждую позицию, каждое управление, каждое учреждение, то есть мы зачитываем, смотрим, кому что там распределяется. По отраслям раскидываются деньги. Это, наверное, пожалуй, один из самых ответственной комиссии. Почему? Потому что все-таки от того, как произойдет распределение, наверное, все депутаты должны как-то лоббировать свой конкретный проект. Как вот другие депутаты могут поучаствовать, как вы сказали, в комиссии есть члены комиссии, а может депутат еще поучаствовать в этом? Абсолютно, как и... Прийти, как вы говорите, с нежданчиком, да, вот у меня есть, срочно нужно сделать, давайте изыщем резервы. Нет, он озвучивает, да, озвучивает, отстаивает данную позицию, да, допустим, убеждает всех, что да, это необходимо. Все принимают, что это необходимо, да. Соответственно, как бы начинают тогда смотреть, откуда, что, как это, так скажем, растолкать. У кого, значит, ну... Если где-то приходит, значит, где-то уходит, да. Ничего нового, да, да, потому что, если бы он был бы, как бы, резиновый, то может было бы растягивать, да, но он не резиновый, как мы, так скажем, ограничены рамками его. Вот, и, соответственно, нужно, ну, опять же, чтобы никого не обидеть, да. То есть, должно быть сбалансировано все, как ни крути. Как ювелирная работа, на самом деле. А сколько человек в комиссии работает? Сейчас новый состав на память не скажу, сколько. Ну, в среднем... Порядка 10 человек. 10 человек. Вот, хорошо. Ну, и еще раз говорю, что обычно многие не очень понимающие работу депутата, я имею в виду как общественного деятеля, вот за столом, да, они думают, то как это вот депутат, который там работает каким-нибудь главой какой-то предприятия, и вдруг он бюджетом занимается. То есть, еще раз, ваши все вопросы, которые связаны с подсчетом, с цифрами, с распределением, этим занимаются специально подготовленные люди, так называемый финансовый отдел. Правильно я понимаю? То есть, которые знают, что вот если мы 100 рублей отсюда забрали, то у нас где-то эти 100 рублей, ну, не должны пропасть. Хорошо. Еще такой вопрос к финалу первой части нашей программы. Вот сейчас все депутаты, которые к нам приходят, у нас такой депутатский период, но это интересно, познакомиться с новыми депутатами и пообщаться с депутатами, которые уже с опытом. Все-таки вот вы уже опытный депутат. Насколько вы чувствуете преемственность? Потому что какие-то депутаты уходят по собственному желанию, кто-то просто проигрывает, ну, просто не участвует в выборах, да? Кто-то проигрывает в выборах другим участникам. Есть преемственность Совета депутатов на сегодняшний день по сравнению с предыдущим, например, Советом депутатов? Ну, преемственность, безусловно, так скажем, в процессе жизнедеятельности складываются какие-то традиции, складываются взаимоотношения. И, безусловно, как бы, когда они положительные, да, и благоприятные, то они, ну, сохраняются и передаются, так скажем, из поколения в поколение. Не просто так. Раз, был Совет один, и исчез. Да, пришел новый, и по-другому. То есть, есть какая-то преемственность. Почему? Это важно же для самого городского округа. Главная преемственность в чем? Понимание работы команды. Так скажем, работать не по разные стороны фронта с администрацией, да? То есть, теоретически мы можем, конечно, как Совет депутатов, можем там ходить, там требовать администрации. Вот это не так, это не то. Но это неправильно. То есть, как бы, в этом, на самом деле, тоже вот это понимание важно. Потому что, вот если бы, например, вот так вот с чистого листа один совет ушел, другой зашел, вот были бы эти столкновения, да? Потому что, ну, не все, как говорится, это понимают. Мы в помощь, мы в поддержку, мы работаем на одной поляне, да? Как говорится, работаем на один результат. Чтобы жить, жить, было хорошо. Да, было хорошо. Вот сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях депутаты, это депутатов городского округа Люберцы, Леонид Александрович Троицкий. И во второй части поговорим более подробно уже о его персональной деятельности. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, вот нового, совсем еще свежего созыва, Леонид Александрович Троицкий. Хотя он уже опытный депутат, как мы выяснили. И на сегодняшний день расскажите, как вот проходила ваша избирательная кампания, то есть она по итогам которой вы были избраны. Какие были тогда, может быть, запросы у жителей, запросы еще, да? Которые, может быть, потом превратились в наказы. Как работают ваши дни приема и так далее? Вот об этом. То есть от того, как перед выборами и как сейчас? Ну, перед выборами, конечно, была такая горячая пора. Опять же, как я это уже говорил ранее, то есть у нас работа не приостанавливается. Она постоянная, регулярная, ежедневная. Но, безусловно, когда мы становимся, так скажем, на старт, то предстартовая, так скажем, позиция была где-то июнь-месяц. И, конечно, вот это вот... Самая жаркая пора во всех смыслах. Бежали, да, бежали во всех смыслах, да. Потому что добавлялись, так скажем, другие жизненные обстоятельства в нашей стране, на которые тоже нужно было уделять внимание. Параллельно реагировать, да. Вот. По выборам, безусловно, конечно, я бы хотел, пользуясь, опять же, случаем, потому что не предоставлялась пока еще такого, поблагодарить всех тех, кто проголосовал и отдал голос за меня. Большое вам спасибо. Я постараюсь оправдать ваши надежды. Я всегда на связи. Как выстроена ваша связь сегодня? Моя связь, то есть, я раз в месяц. Это плановый прием, да, раз в месяц. Первый понедельник, с 16 до 18, ПО-3, 30-й корпус. Это дом офицеров. Там совет ветеранов есть. То есть, я там принимаю. Вот. Но на сегодняшний день, учитывая, так, опять же, все эти наши обстоятельства, сложившиеся в мире, да, то есть, очень много вопросов возникает. И жизненных. Да, даже жизненных. В рамках мобилизации, СВО. Вот. Нужно давать разъяснения, пояснения, оказывать какую-то поддержку, помощь. И, пожалуй, наверное, вот, я не знаю, с начала выборов я не считал, но, наверное, в неплановых, наверное, приемов 10 было. Ага. И люди приходят к вам? Да. Звонят. На самом деле, как бы, я стараюсь по предварительной записи, да, то есть, как бы, чтобы у меня тоже было понимание. Ну, и подготовиться тоже к каким-то вопросам. Потому что гораздо эффективнее, да, то есть, так пришел человек, допустим, если не совсем знакомая тема, да, то есть, ее нужно прорабатывать. Тогда ему еще раз, как минимум, точно прийти. Да, да. А тут он уже придет, и, возможно, как бы, мы уже, как бы, отработаем либо вопрос, либо будет понимание, да, то есть, я что-то ясное более скажу. Вот. Соответственно, будет более продуктивно по предварительной записи уже с озвученными вопросами. Вот. В остальных случаях люди звонят, и мы по обстоятельствам дела, по обстоятельствам вопроса, да, мы уже принимаем решение, есть смысл встречаться или нет, либо, может быть, какие-то пустяковые вопросы, которые можно решить. То есть, можно даже не встречаться, а решить их по телефону, что называется. Да, я их принимаю так, записываю данные, все, даю, а потом обратную связь. Ну, как бы, и людям, в общем-то, комфортнее, удобнее. Да, ну, и по большому счету, мне тоже, когда там есть, например, там вопрос, если, ну, одно дело, там, например, в этот понедельник плановый прием, например, там очередь выстроилась, да, там, да, как бы не торопясь, как бы мы там со всеми пообщались, присели. Ну, люди настроены на это, и вы настроены. Да, каждый решит. Многим еще, как бы, интересно, глаза в глаза послушать. Смотреть, конечно. Что это у нас за депутат, да? Да, да. А вот с какими, понятно, что есть вот вызовы времени, это вопросы, которые у нас и пандемия была, и вот все, что сейчас, это, так скажем, ну, на поверхности. Но есть, как бы, традиционные какие-то вопросы. С чем еще приходят? Какими-то домовыми проблемами, бытовыми проблемами, дворовыми проблемами. Ну, традиционные вопросы, это, да, это вот, что, в общем-то, перечислили, это оплата ЖКХ, это благоустройство. Оплата ЖКХ, это они хотят ее снизить, получить субсидию, или что-то кажется им, что много денег берут? Бывает, кажется, много денег берут, и нужно помочь рассчитать, да, расшифровать. Бывает так, что люди сами, к сожалению, там вина, потому что сейчас идет тут, кстати, сам в такой ситуации оказался тоже, и пришлось прибегать к разъяснению специалистов, да. Так, ну-ка, поделитесь, может быть, мы тоже что-нибудь узнаем. Да, пришел счет. Так. Счет как за, не знаю, минимум, блин, 10-комнатную квартиру, да. Ага. Вы волновались. Да, я понимаю, что что-то как-то что-то не так, да. Вот, потом, как бы, я связываюсь с управленной компанией, ну, благо, как говорится, мы там все на контакте, руководитель дает специалистам, мне дают расчет, да, как бы то, что, да, пояснение, что, когда раньше, сейчас же все в МОСУБЛРЦ, вот, раньше, а мы привыкли, как бы, у нас с управленной компанией, МЖК, в Люберце. Да, у нас были здесь многие, вот, как ваши коллеги депутаты по ЖКХ, по теме ЖКХ как раз. Ну, они нам этого не рассказывали, расскажите вы. Вот, и у нас такой, как был между собой, мы все время, ну, так, на... На связи. Близко на связи, да, и я подавал данные счетчиков, учета воды, ну, там, раз в три месяца, там, в четыре. А, тут забыли подать. А здесь я, я привык к этому, но тогда расчетом занималась управляющая компания. Теперь часто каждый месяц. Да, сейчас строго каждый месяц. А этот момент упустил. Полотили как за все. Мне начали выставлять счет по нормативу. У меня такое тоже было, да. А у меня четверо прописанных, и, соответственно, по нормативу там такой счет получил, что йогу-гогу. А, вот. Ну, мне пришлось заплатить его. То есть я не стал, как бы, ну... Но перерасчет можно сделать? В том-то и дело, что, как бы, перерасчетом там все, ну, проблематично все с этим перерасчетом получается. Мне перерасчет делали всегда вот в управляющей компании. Да. То есть я поэтому никогда не заморачивался. То есть мы видим перед собой депутата, который ошибся и решил все равно заплатить. Да, заплатил, да. Ну, а сейчас вы теперь подаете каждый месяц? Да, теперь каждый месяц. Ну, то есть вот такие вопросы элементарные, с которыми... Ну, дело в том, что я тоже с этим сталкивался, и один раз и компания была виновата, потому что что-то у них там не сработало, и на целую тысячу рублей я отвоевал, что называется. Вот. Поэтому, наверное, эти вопросы будут постоянны, и вплоть до того, может, какая-то должна быть специальная методичка для депутатов, чтобы рассказали, вот это туда, это сюда, это так, это так. Тем более у нас еще было повышение ценное. Ну, я думаю, проще, потому что расчетные тарифы, что-то меняется, да, какие-то новшества заходят. Живой организм тут стоит. Да, это такой рабочий момент, с которым должен работать специалист. То есть проще пригласить специалиста, который даст или направить человека, где ему там они присядут за стол, и прямо по каждой цифре даст пояснение. Вот еще в момент, то, что вот я тоже упустил, то, что если ранее, когда мы были в управляющей компании, так скажем, было напоминание о поверке счетчиков, то здесь никто не напоминает. Поверка счетчиков пролетел и срок, а вот ты сам должен это отслеживать. И тебе по умолчанию норматив включают. Тоже вот у меня тогда этот момент произошел. Ну, тут, наверное, вопрос уже, к сожалению, не к нам. Наверное, это уже вопрос к федеральным органам, почему до сих пор не могут сделать так, чтобы было удобно, чтобы тебе напоминали про счетчики, чтобы ты потом не хватался за голову и не искал, а кто мне их поверит, чтобы на мошенников не попасться. Тут система, которая еще должна быть отлаженной. Нет, на самом деле она есть, но там вот на порталах, просто, к сожалению, я, честно говоря, сам вот этим не особо пользуюсь, не хватает времени, потому что это нужно, там портал сейчас столько чатов, столько ресурсов, где нужно везде что-то успеть, получить информацию, и бывает просто не успевать. По-хорошему, конечно, должен заниматься какой-то отдельный человек, который, не знаю, домовладением занимается, хотя домовладение небольшое, поэтому как бы нецелесообразно, да, как говорится. Ну, здесь я просто не успеваю. На самом деле все эти позиции, они на этих ресурсах профильных, они отражаются. Просто надо самого дисциплинировать, и... И пройти этот курс молодого бойца. Но вернемся еще к гражданам, наверное, приходят, просят каких-то материальную помощь какую-то по тем или иным вопросам, да, и это, наверное, уже ваше какое-то сотрудничество должно быть с депутатами Московской областной думы, да, если вопрос серьезный, потому что вы же не можете прям... Ну, я знаю, что так всегда было, некоторые депутаты так под шумок, что называется, свои собственные деньги отдавали. Но, тем не менее, что люди просят еще? По-разному. Кто-то собрать ребенка в школу. А, даже так? Кто-то медикаменты, да, то есть были неоднократные обращения. У нас как бы в онкологии очень... Стоимость медикаментов очень высокая, да, зачастую. И если где-то, так скажем, нет свободной продажи, нет... Ну, в свободной продаже они за деньги есть, конечно. Да, но только за другие деньги, да. Вот. Соответственно, ну, был такой момент, у меня там человеку нужно раз в месяц колоть укол, ампула стоит 25 тысяч рублей. Адна. А человек пенсионер, да. Пропускать нельзя. Вот как что? Ну, вот я вот, грубо говоря, да, как вы говорите, я попробовал, как говорится, порешать этот вопрос, понял, что он как бы там ждать этого времени нет. Я просто достал, как бы, и дал. Ну, да, это те проблемы, те вопросы, которые, к сожалению, не всегда разрешимы. Еще? Да, да, по взаимодействию с депутатами МОСОБЛ, думаю, и Госдумы, да, то есть у нас тоже активно выстроены цепочки. И, конечно, когда речь идет о все-таки, ну, зачастую, да, о материальной помощи, либо какой-то поддержке более серьезной, то мы перенаправляем их в областную думу, да, там другой бюджет, уже другие. Бюджет есть под это, вот, и они всегда на протяжении всей своей деятельности, они всегда выделяют средства, помогают, поддерживают. Мы идем к совершению, но я не могу не коснуться еще нашей любимой спортивной темы, потому что и здесь, и в этой студии, и, собственно говоря, часто мы рассказывали и о победителях, о спортсменах, которые представляют городской округ Люберцы далеко за пределами самого городского округа. И не могу вас тоже не об основной работе, скажем, не спросить, как у нас со спортивными делами сейчас непосредственно вас, что проходит, как встречаете эту осень? Ну, мы работаем в штатном режиме, спортсмены готовы, готовы побеждать и побеждают. Сейчас соревнований-то уже больше, уже как бы отменили в основном все ограничения, да, по пандемии в стране? Нет, по пандемии, да, этих проблем нет. Есть ограничения пока международные? Есть ограничения с международными соревнованиями. Ну, готовиться-то никто не запрещает тренироваться? Ну, сейчас проходил по тяжелоатлетике, у нас тоже в Агайце в Даниил, показывал хорошие результаты, наш мастер-спорт международного класса, проходил турнир в Белоруссии, да, он был заявлен как международный, вот такого уровня. Ну, мы в тройке лучше. Ну, спорт же тоже сейчас такой, он всегда как бы чуть-чуть внимания ослабил, чуть-чуть расслабился и все. Это беспрерывный процесс. Да, там нельзя оставлять вот хороший спортсмен, потом пустота, потом опять хороший. Так не бывает, все время нужно работать. Ну, да, нужно. Тренерский состав, наставники и, собственно, сама атмосфера должна. Нужно быть спортом. Вы там занимаетесь сейчас? Разумеется. А чем именно? Как у вас проходит спортивная ваша составляющая? Моя спортивная составляющая. Зарядку делаете? Зарядку, да, делаю зарядку, делаю растяжку, бегаю. Я так последние два года увлекся в летний период лыжероллерами, дабы подготовиться к зимнему сезону и вступить на лыжню. Нормально, так скажем, в хорошей форме. А у нас тоже, кстати, поделюсь. Не знал, да, случайно узнал. Я катался на лыжах, на беговых. Но летний период, получается, как бы такая самая продуктивная альтернатива – это лыжероллеры. Но я не знал, что у нас здесь где-то есть. В Любис, к сожалению, пока нет. Мы обсуждали вопрос в Октябрьском, должны построить. Надо будет уточнить, у нас дирекция парков занималась этим вопросом. Там как раз мы обсуждали строительство, в том числе, и лыжероллерной трассы. Есть что-то подобие на урожае. Но это как бы не то, что нужно. Но у нас совсем рядом, в Марьино, парк 850 лет Москвы. Профессиональная лыжероллерная трасса с всеми удобствами. Можно там подсмотреть, потренироваться. То есть вы там тренировались, теперь вы готовы. По сухому времени, да. Ну вот, за тот случай, когда депутат, может, привнесет еще и вот эту составляющую, новый вид спорта. Леонидович, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи, чтобы сохранились старые, так сказать, цепочки, которые рабочие и помогают нашим гражданам. Возможно, появились какие-то новые, которые помогут решать проблемы. Проблем много. Приходите еще. Это депутат Совета депутатов городского круга Рюберца Леонид Александрович Троицкий, который был гостем нашей сегодняшней программы. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин